Последний звонок – торжественный момент в жизни каждого выпускника. На глазах у родителей слезы, а на лицах ребят нескрываемая улыбка. Ведь горы домашнего задания, написанных конспектов и контрольных работ уже позади. Но ребятам еще только предстоит пройти самое главное испытание в их жизни – экзамены. Захар Хигер уже давно определился с планами на будущее. Поэтому выбрать предметы для сдачи ЕГЭ было легко. Да, я сдаю ЕГЭ общество знания, русский язык, профильную математику и английский язык. Я собираюсь поступать в высшую школу экономику, на факультет экономики. В будущем хочу работать в одной из крупнейших компаний. Последний звонок звучит не только для выпускников, но и для тех, кто все 11 лет учил, давал советы и поддерживал в любой ситуации. Учителя признаются – отпускать во взрослую жизнь своих воспитанников тяжело. Но напоследок готовы дать наставление. Гимназия номер 23 лингвистическая. Поэтому в качестве сюрприза для выпускников педагоги исполнили песню на английском языке, положив свои слова на известный мотив. Очень тяжело, хотя мы никогда не расстаемся навсегда. Это уже проверено. Я здесь работаю 27 лет. И до сих пор еще первые выпускники, первые ученики, которые начали учить немецкий язык, до сих пор пишут. Поздравить выпускников с окончанием важного этапа в жизни приехал и Владимир Сипягин. Здесь он не только как губернатор, но и как любящий отец. В этом году из гимназии номер 23 у него выпускается дочь. Владимир Сипягин поздравил выпускников с окончанием одного из важных в их жизни этапов. И заявил, что был бы рад видеть ребят в качестве активных людей Владимирской области. Я призываю вас, конечно, к главному. К главному всегда идти к достижению цели. И всегда эти цели перед собой ставить. Конечно, в жизни будут падения, взлеты, какие-то ошибки, но ничего страшного. Главное всегда подниматься и идти вперед. Ну а тех, кто остался в школах, в этом году тоже ждут перемены к лучшему. Губернатор заявил, что благодаря национальному проекту образования в школах по всей области появится 126 новых гуманитарных и технологических лабораторий. Ксения Садова, Александр Мажаров, 6 канал.